Сегодня мы в гостях у известного адвоката, человек приехал в Минск из Нью-Йорка. Офис на Манхэттене, высокий рейтинг. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Юра Зянкович. Я являюсь адвокатом штата Нью-Йорк. Офис моей фирмы находится в городах Нью-Йорк, Денвер, штат Колорадо и в Минске, Республика Беларусь. Я уже готовил ряд вопросов, которые наши друзья, наши близкие люди передали мне для вас. Итак, первый вопрос. Убежище в Мексике. Залог, этапы, сроки, ходатайств. Убежище через Мексику. Очевидно, имеется в виду именно убежище для тех, кто пытается перейти через Мексику. В общем-то, если нет для этого достаточно серьезных причин, я обычно... Второй вопрос. Это смена статуса стурвизы на территории США на рабочую, студенческую, на К1 и так далее. Вот первый человек по визе хочет легализоваться. Значит, буквально несколько недель назад было принято новое распоряжение президента Трампа о том, что... Третий вопрос. Виза Эль-Ван. Смена статуса на эту визу с какой-либо другой, не иммиграционной, на территории США в российскую, допустим, компанию. Возможно, если человек приехал к платру визе, обнаружил у себя способности в области IT, увидел российскую компанию, сказал им, друзья, хочу к вам. Виза L1 – это немножко другого типа визы, это не рабочая виза. Вопрос. Легализация после 12 месяцев пребывания по туристической визе. Легализация после 12 месяцев пребывания. Значит, имеется в виду, если человек остался сверхразрешенного. Да. Значит, из нелегального статуса без выезда из страны есть три варианта, как можно получить грин-карту. Пятый вопрос. Легализация нелегалов. Очень много людей, допустим, переходят за деньги в Мексике через границу, оказывается, в США биометрию они не проходили, нелегально они оказались. Как им быть? Значит, единственный, действительно, более-менее надежный вариант легализации нелегала, который нелегально въехал в страну, это политическое убежище. А виза Е2? Условия для этой визы? Виза Е2. Значит, эта виза называется договорной инвестор. Виза договорного инвестора. Значит, человек, гражданин страны, который подписал Соединенными Штатами соответствующий договор о защите взаимной инвестиции и поддержке, значит, если он хочет вести бизнес на территории Америки... Седьмой вопрос. Что делать, если человек подал на убежище и благополучно уехал, не дождавшись интервью? Значит, закон говорит о том, что человек, который подал какие-либо документы на получение миграционных привилегий, в том числе на убежище, если он покинул страну, не дождавшись результата... Восьмой вопрос. То, что связано с компанией «Русская Америка» и с франчайзи, в отношении которых были нарушены их права. Значит, самое главное, дамы и господа...